Европу охватили катаклизмы, сильные дожди, ветер и наводнения. В Гамбурге уровень воды поднялся на 3 метра 30 сантиметров выше среднего уровня. В Нидерландах затоплены прибережные зоны. К сожалению, из-за наводнения в Бельгии и Нидерландах погибли уже два человека, сообщает Voice of America. Так в четверг в бельгийском городе Оуденарде 20-метровая рождественская ель упала на троих людей. Погибла 63-летняя женщина, двое получили ранения. Аналогичная трагедия произошла в Нидерландах того же дня. Дерево упало на женщину, она скончалась от полученных травм. В некоторых населенных пунктах Нидерландов, находящихся на берегу Северного моря, затопило улицы вокруг портов, включая город Шевенинген рядом с Гагой. Из-за высокого уровня воды закрылся штормовой барьер Масландкеринг, который находился между городами Хукванг-Холланд и Маслейс. Как отмечают Voice of America, это означает, что все шесть основных штормовых барьеров, защищающих Нидерланды, были закрыты одновременно. По сообщению Национального управления водных ресурсов и инфраструктуры Нидерландов, это произошло впервые. В конце концов, через некоторое время барьеры были открыты. Наводнение также добралось до Германии. В Гамбурге река Эльба затопила улицы вокруг рыбного рынка. Как сообщает местная власть, штормовой прилив в портовом городе достиг пика утром 22 декабря, поднявшись на 3 метра 30 сантиметров выше среднего уровня. Из-за катастроф в некоторых регионах Германии отменены железнодорожные рейсы. Маршруты из Гамбурга и Ганновера во Франкфурт и Мюнхен. Немецкий перевозчик Deutsche Bahn отмечает, что падение деревьев повредило электропровода и блокировало пути на севере Германии, а также в центральной земле Гетцен. Наводнение нанесло ущерб и Дании. Вот так выглядят затопленные из-за шторма пия улицы города Кертиминде на острове Фюн. Под водой оказались также дороги, что буквально парализовало автотранспорт в некоторых частях страны. Сильный ветер временно парализовал транспортное сообщение в некоторых регионах Великобритании. Из-за ненастия приостановили полеты, движения по железной дороге и паромы. Кроме того, авиакомпания British Airways ограничила полеты из-за шторма и в пятницу. Продолжение следует...